В МВД Почвашия продолжает поступать обращение граждан, попавшихся на уловки мошенников. Последователи Остапа Бендера придумывают все новые способы отъема денег у доверчивых граждан. На этот раз полицейские задержали нижегородского умельца с задатками неплохого актера, разыгравшего сценку перед пенсионерами из Чебоксар. В один из дней сентября с заявлением о мошенничестве обратились в полицию сразу двое пожилых жителей Чебоксар. Преступления были совершены по одной схеме в северо-западном районе города с разницей во времени меньше часа. Злоумышленники отслеживали пожилых людей, которые выходили из банковских учреждений. Один из них, проходя быстрым шагом мимо потерпевших, как бы случайно ронял сверток. В этот момент, когда подходил наш потерпевший к конверту, либо мимо проходил, второй преступник поднимал при нем этот конверт, раскрывал и показывал, что в данном конверте находятся денежные средства. В последующем он предлагал поделить находку между им и потерпевшим. В это время к ним возвращался мужчина, обронивший деньги, и требовал показать их, полагая, что прохожие часть суммы уже взяли себе. Растерявшиеся пенсионеры показывали свои деньги, которые в ходе просмотра злоумышленник незаметно менял на билеты банка приколов. В результате 73-летней жительницы Чебоксар лишилась 67 тысяч рублей, а 63-летний мужчина – 5 тысяч. В ходе проведения работы нам было установлено, что данное преступление совершили жители города Нижнего Новгорода. С целью задержания злоумышленников сотрудники уголовного розыска выехали в служебную командировку в соседний регион, где задержали одного из подозреваемых. Место нахождения второго сейчас устанавливается. Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова